всем салют вы на канале тренер хапаев сейчас я хочу поговорить наложил тут уже всякие причиндалы вот буратину пригласил в гости здесь у меня вот еще такой маленький друг живет он алешенька в углу сидит я сейчас хочу поговорить о коротких укороченных мышцах аспазмированных мышцах то есть вот те термины которые используют при артрозах при сколиозах вообще люди здоровые слышат часто то есть если где-то что-то заболело там потянула шею спина заболела там укоротилась мышца ну кто-то говорит что она укоротилась кто-то говорит спазмирована то есть у нас в разговоре часто употребляются термины которые не совсем понятны для нас людей без медицинского образования повторюсь что мы некоторые меня воспринимают как врача пишут задают вопросы там как мне поступить там в том или ином случае я сразу хочу сказать в начале видео что я не врач я тренер у меня нету медицинского образования и тренерская работа это тренировать тренировать вести к определенным достижениям людей и я тренирую больных людей потому что сам являюсь больным людей больным людей сам являюсь больным людям я являюсь и исходя из собственного опыта переживаний собственной болезни и знаний тех которые у меня практически в спорте я это все как-то совмещаю и даю пример на собственном теле как я выкручиваюсь из этой ситуации то есть что я делаю для того чтобы избавиться от боли достичь каких-то результатов а вы просто смотрите дистанционно и вы решаете правильно для себя это моя информация или неправильно я не могу быть для всех с каким-то положительным ответом кому-то мой ответ не нравится кто-то не воспринимает его то есть все люди разные поэтому я абсолютно нормально отношусь что не до всех доходит кто-то может оспаривать мою точку зрения поэтому это уже выбор ваш каждый так давайте значит ближе к делу вот это ни о чем уже две минуты поговорил опять о себе там я себе значит давайте вот про короткие мышцы вот смотрите если я сейчас открою вот этот пустой резиновый гофрированный термос ну не термос бутылку и выпрямлю и она примет идеальное свое состояние да и будет вот такой ровный хороший смотрите очень похожи на позвоночник да и она еще очень похожа на суставную сумку на суставную капсулу которая состоит из маленьких складочек и за счет этих складочек у вас подвижный коленный сустав у вас подвижен тазобедренный сустав ну и кроме этого вот еще у вас позвоночник подвижен потому что вот сейчас в нем есть воздух воздух если то есть после любого сгибания она возвращается в нормальное состояние в исходное положение до в стартовое то есть резина здесь выполняет роль мускулатуры то есть резина настолько структурирована и сбалансирована то есть равномерно покрыта что чтобы я не делала она возвращается в исходное положение ровно также у нас должны работать мышцы то есть чем мышцы лучше сбалансированы вокруг позвоночника чем у вас больше растянута суставная сумка тем у вас лучше будет идти сгибания и возвращение в исходное положение давайте теперь я выпущу воздух и закрою даже вот так еще прижму то есть выпустив воздух выпустив убрав оттуда воду а мы помним что мы состоим на 80 процентов из воды мы получили вот такую усадку да то есть в половину меньше стало посмотрите теперь если мы говорим на примере а суставной сумки в которой находится синавиальная жидкость да то суставная сумка она вот эти все складочки морщинки с годами от того что вы бездействуете не хотите вы тренироваться вам это нахер не нужно вы ходите там до туалета и думаете зачем еще больше тренироваться вот у вас вот эти все складочки они с вот так срослись все то есть у вас колено вроде бы гнется но она гнется не на полную мощь на которую она могло гнуться у вас вроде тазобедренный сустав работает но что-то не пускает потому что вот эти все складки совместились и жидкости синавиальной здесь и стала гораздо меньше чем она находилась бы вот в таком положении здесь уже гораздо все интересней это что такое были это суставы говорят суставы рук что плохо работают пальцы и здесь уже более-менее нормально ну то есть чуть-чуть надо выпустить воздух вот я чуть-чуть выпускаю наполовину да и у нас получается вот такая хрень да вот такая вялая структура и в общем-то не очень все хорошо вот это такая аналогия хоть позвоночником хоть с коленным суставом как угодно и это первый пример и ну давайте я здесь еще закончу по поводу все таки вот этого понимания укороченной мышцы спазмированной мышцы короткой мышцы мы часто слышим это все ну давайте на примере если мы говорим о коксоартозе то давайте на примере поясничной мышцы до подвздошно-поясничной мышцы вот поясничная мышца у нас располагается там пять позвонков от таза вот так елочка она идет к тазу удерживает таз он из того из-за того что мышца укорачивается таз начинает приподниматься на таким вот образом у нас скукоживается ну там квадратная мышца принимает участие то есть она укорачивается потому что ну механизмы защиты до будем так глубоко зайдем что это механизм и защиты то есть у вас происходит деформация вот этой хрящевой ткани на самой головки сустава и организм начинает ваше тело начинает как-то с этим бороться то есть вы вам больно наступать и мышцы начинают спать то есть ваш страх ваш страх начинает отражаться на ваших мышцах и мышцы начинают от страха как-то потихонечку укорачиваться ну спазмироваться укорачиваться становится меньше в размере то есть опять же если здоровая мышца бесстрашная мышца до которая не имеет страха работает на полную катушку и состоянии там вернуться вот если мы опять наберем воздух полностью да она насыщена минералами водой кислородом то вот она работает у нас и вы все время приходит в исходное положение то укороченная мышца она имеет постепенно становится два раза меньше при этом обладает она какой-то силой то есть в ней существует какая-то сила да нету вне силу то есть некоторые путают к укороченную мышцу с сильной мышцами нет она укоротилась и она не позволяет вашему суставу работать на пункт на полную амплитуду ну как защитный такой до механизм срабатывает вот но при этом она сократилась нужно большое усилие чтобы растянуть ее на ее среди какая она деформированная получается но при этом она не становится сильной и когда вы начинаете вот эту укороченную мышцу растягивать вот из исходного своего положения то появляется боль потому что нарушена структура и она пытается сразу как улитка войти в свой панцирь ну и кроме того я уже в конце хочу сказать что он уфов я имею ввиду в конце этой бутылки дак пример с этой бутылкой в общем то вот это можно назвать старостью вот это вот это вот такая структура это старость вот все поломанные позвонки непонятно как все это это вот старость в старости мышцы сокращаются да вы становитесь ниже ростом потому что не хотите тренироваться а сейчас кто-то скажет а чё ж ты тренируешься у самого коксартроз да сейчас обязательно кто-то ну а что ты добился своими тренировками у самого-то коксартроз чё ты нам тут борода задвигаешь сейчас обязательно кто-то напишет я обещаю что я выставлю такой комментарий теперь перейдем вот в такой еще проблеме которая на первый взгляд незначительная но это же из той же серии это выдвинутая голова вперед она вот тоже хороший пример из этой же темы да пока про короткие продлинные мышцы потому что многие считают что выдвинутая голова вперед это она вот как бы вот так опускается вниз и поэтому она ну как бы тянет шейный отдел это не совсем так потому что выдвинутая голова вперед она выдвигается вместе с вашим шейным лордозом а грудной отдел у вас становится вот в таком положении вот таком положении то есть вот здесь опять же если мы говорим про шейный отдел если голова выдвинута вперед то есть она ушла с вертикальной линии координат вот она согнута в шейном отделе лордоз да и ушла сюда вперед за счет грудного отдела сильная ли мышца вот здесь ну раз она сокращена сильная ли мышца в заднем шейном отделе вот трапеция нет не сильная она стала укороченная она приносит вам болевые ощущения но она не сильная и многие начинают из-за того что не понимают этой ситуации начинают закачивать голову там делать упражнения с утяжелителями какими-то назад чтобы вернуть голову назад не совсем правильно потому что нужно во-первых раскрыть вот эту укороченную линию то есть делать движение вперед сгибать до чтобы как ржавые болты гайку раскрутить то есть вы должны проработать и вперед и назад движение делать и влево и вправо потому что трапециевидная мышца такая мощная которая отвечает за удержание головы которая цепляется аж по позвоночнику там ее вас нижние ребра заканчиваются она это очень большая большая могучая мышца и она связана как раз вот с грудным отделом то есть грудной отдел нужно поставить через трапециевидную мышцу и там ромбовидная мышца еще есть но я так упрощенно рассказываю для того чтобы ваша голова встала ровно потому что если ваша голова находится 3 килограмма находится в состоянии вот в таком да и тянется грудной отдел вот вы сидите в таком состоянии у вас теряется подвздошная подвздошно-поясничная вот здесь пропадает лордос он должен быть такой понимаете и среди как нелепо выглядит голова то есть если голова по идее должна вот так быть и сидеть в таком положении и как выглядит нелепо голова если вы быстро выровняете поясничный отдел поэтому поясничный отдел должен быть лордос здесь должен быть лордос хороший и спина должна быть ровная то есть вы должны находиться вертикальной линии иначе все это приводит опять вот в такому старческому положению то есть голова у вас как гироскоп она в последнее в последнюю очередь вас упадет когда уже вы все согнете все что можно наша голова работает максимально максимально возможное время чтобы вы как-то ходили как-то двигались а нас то есть глаза смотрят вперед и голова пытается удержать ваше тело ваш вестибулярный аппарат который находится в голове пытается удержать ваше тело независимо от ваших всех искажений которые у вас существуют вот насколько важна голова и опять же до возвращаясь к теме нашего разговора вот эти вот это понятие укороченной мышцы она мышца укорочена но она не является сильной мышцей то есть не надо работать ее нужно и растягивать и закачивать и вытягивать ее во все стороны то есть дать ей возможность насытиться 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 водой кровью кислородом чтобы она приняла нормальную форму и тогда она будет вам отвечать взаимностью и все время вот видите вот чуть-чуть не добрал воздуха и уже она такая вялая вот и уже пожалуйста работа идет полноценно все она становится на свое место как бы я ее не вращал то есть мышцы вот эта структура резина она сбалансирована везде равномерно залито и все все ее как бы вы ее не болтали она будет вставать на место вот и вот не показал вот этого маленького друга да вот о чем я говорю вот вот он ордос на шее да голова а голова тянется все равно наверх но это защитный механизм человека а сутулость 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 вот если сейчас я ее выпрямлю смотрите я я выпрямил ее появился лордоз поясничного отдела ну посмотрите как неестественно голова стала стоять вы видите да то есть голову надо опустить вниз вот это естественное положение но если голова начнет за счет грудного отдела уходить вперед вы же так будете землю только видеть да значит здесь поднимается голова чтобы смотреть вперед и появляется гипер лордоз в шейном отделе пропадает лордоз в поясничном отделе таз подворачивается под ноги и вся структура ваша меняется нету вот этой вертикали которая должна быть то есть ваши суставы находятся не в оси координат то есть у вас все изломано все искажено то есть каждый сустав начинает компенсировать 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 недостатки другого сустава для того чтобы находиться в равновесии чтобы не упасть не знаю что нибудь понятное сказал полезное но посмотрим посмотрим как вы среагируете не буду больше тратить ваше драгоценное время тоже уже уже много поговорил там уже восемнадцать минут всем пока здоровья живем без боли все более подробное у меня на тренировках в контактах пожалуйста записывайтесь приходите в гости пообщаемся прям у вас группу и вы там дистанционно можете спокойно тренироваться вместе со мной каждый день и задавать вопросы и уточнять лично по себе что вас беспокоит и как выйти из этой ситуации